ребят это фантастика я такого гриба еще не находил сейчас вам покажу смотрите это изумительный гриб для варки жарки сушки с его можно делать все что угодно гриб бесподобный как раз пользуюсь моментом ребят показываю вам гриб он съедобный кто-то говорит что это сатанинский кто-то говорит что это дубовик я не знаю опять просыпается на следующий день друзья давайте с вами разберем какие бывают лисички и какие будут ложные лисички мы открываем сезон есть лисички оксанка нашла лисичек покажи нам ребята приветствую вас на нашем канале у нас сегодня первый гриб в этом году мы с оксанкой вырвались в лес и радует находочка друзья ну что я вам скажу лес сухой грибов еще нет но хочу вам сказать что уже как бы маленький почин есть поэтому в кубики можно сказать можно озвучить сезон начался мы открываем сезон если лисички оксанка нашла лисичек покажи нам лисичек сестричек рыженькая вкусненькая замечательно да любители тихой охоты лет сгол так ребята растут лисички вот целая такой дорожка семейка сейчас мы эту семейку вырежем младенцев оставим такая красота ребята оксанка на радостях уже всем трезвонит друзья давайте с вами разберем какие бывают лисички какие будут ложные лисички вот это обычная типичная лисичка у нее вот такая ножка продолговатая длинненькая и вот такая вот характер характерную такие пластины с этой стороны она может быть ярко оранжевая светло оранжевая вот такого цвета и она плотная вот это вот типичная поганка я не знаю даже ее название очень часто с семьей лисичек можно увидеть вот таких которые маскируются под лисичку но это не лисичка поэтому будьте осторожны так самые лучшие моменты небольшой отдых и гречневая каша сосисечками термосочки кофе йочек батончик в общем пополнение энергозапасов анекдот гречечки хочешь давай кот просыпается утром тарелки гречечка лежит гречечка первый день второй день просыпается гречечка третий день просыпается гречечка опять просыпается на следующий день фу гречечка на следующий день просыпается ничего нет еще раз просыпается на следующий ничего нету опять просыпается на следующий день о ветечка несмотря на то что были дожди ребята лес сухой вот в этой части леса я не выходил с этого леса если корзинку подосиновиков не насобираю сейчас хожу лес сухой подосиновик еще не пошел будем ждать сухой лес но тем не менее наш любимый гол буле есть вот он красавчик и сюда очень часто спрашивают что это за гриб это гриб гол буле мы его называем просто желтые он относится к семейству боровиковых ребят очень вкусный полезный очень мясистый плотный грибок когда он начинает расти его он покрывает просто целые поляны еще его называют желтым подберезовиком желтым подосиновиком я обязательно оставлю ссылочку на описание этого гриба чтобы вы ну скажу так уже не первый год я собираю этот гриб это изумительный гриб для варки жарки сушки с его можно делать все что угодно гриб бесподобный давайте вам покажу поближе значит вот такая характерная коричневая шапочка плотная желтая ножка и шляпка вот такая пористая видите губка гриб плотный сам по себе гриб очень плотный и вкусный ну расскажи как твой первый сезон грибной чтобы сказать в двух словах я рада на два слова ребят вот я никогда не собирал вот эти грибы и я последнее время очень много читал вот в общем кто-то говорит что это сатанинский кто-то говорит что это дубовик я не знаю я когда сомневаюсь хоть один процент я уже ним не беру этот гриб кто-то сбил поэтому вот такой он вырванный вы на меня не обижайтесь это не я давайте я его вот так сломаю и он по идее должен посинеть вот смотрите он синеет прямо мгновенно и сатанинский так синеет и дубовик тоже так синеет если это дубовик говорят что очень вкусный гриб а если это сатанинский кто точно сто процентов собирал я обращаюсь к людям которые собирают вот в канале подобный гриб ответьте пожалуйста на напишите комментарий заранее вас благодарю это не уже подросли до нужного размера ну вот так поставить опа о как раз пользуюсь моментом ребят показываю вам гриб он съедобный этот гриб называется ежевик ежевич ок называется он так потому что вот с этой стороны у него как бы вот эти махнашки такие они как колючки вот это уже переросший гриб если его отваривать он горчит но если хорошо почистить вот эти махнашки вот эти колючки горчить он не будет относится он к семейству лисичковых поэтому это тоже лисичка поэтому находя возле лисичек обычно вот этой рыжей лисички можно найти еще вот этих ежевиков хочу показать вам вот старая лисичка видите вот она же как бы такая переросшим но мы ее тоже заберем по двум причинам во первых она годится тоже и на жарку и на варку и на сушку ну вот подобную лисичку очень хорошо высушить и сделать настойку на водки она очень хорошо поднимает иммунитет и очищает организм ссылка на сайт на наш блог где я пишу рецепт как делать эту настойку я оставлю в описании ребят это фантастика я такого гриба еще не находил сейчас вам покажу смотрите что это за гриб такой что он делает в диком лесу чем его едят смотрите что это за гриб такой зеленого цвета с каким-то смотровым окошком что-то похожее на винты чего только в дикой природе не увидишь фантастика есть подберезовики вот вот этот гриб который вам показывал уже зеленый непонятный вот вот этот грибок которыми я вам рассказывал golden гриб такой подберезовичек один пару белых но таких не очень еще пока белый массово не пошел ну вот в этом году у нас на лес порадовал в лисичками утро следующего дня за ночь у меня высушились лисички лисички я для сушки брал как я уже говорил вот такие которые покрупнее для того чтобы можно было их использовать я их размельчу и залью водка и будет лекарство будет настойка сделанная на лисичках очень полезная здесь у нас подберезовики и golden более золотые грибы дети еще называют золотые подосиновики и лисички и и и Субтитры сделал DimaTorzok